Перейдем к двадцать первому стиху. Отменяет ли закон обетование Бога Аврааму? Никак. Тора не была дана для оправдания. Она была дана, чтобы мы исполняли ее, чтобы мы жили в соответствии с ней. И когда мы поступаем так, то оправдание по вере также оправдывает цель Торы. Вы понимаете это? Если Тора была инструментом, с помощью которого мы могли бы исполнять эти обетования, чтобы испытать благословение, которое Бог дал Аврааму, чтобы испытать обетованную землю, чтобы испытать веру, которая оправдывает, как и вера Авраама. Тогда Тора оправдывает эту цель. «Она пришла, чтобы благословение Авраама стало доступным и исполнившимся». Вот что Павел говорит в 21 стихе. И Писание говорит в 22 стихе. «Все мы заключены под грехом». «Дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуах Амашиях». В послании к Ривлянам Павел дает целый перечень стихов, в которых говорится, «Все мы пали и заблудились». «Нет ни одного праведника на земле, который бы делал добро и не грешил». На иврите «Нет ни одного праведника на земле, который бы делал добро и не грешил». Вы примерные студенты. Проверьте, что раввины говорят об этом стихе. «И сравните со словами Павла». «Тора», «Пророки» и «Псалмы» повторяют эти слова снова и снова. «Но никто, не даже цадик, праведник, не может творить добрые дела, не согрешив». «Даже если он намерен делать добро, в его кафтане есть муха». Вот что говорят раввины. И Павел также это говорил. Стих 23. Это картинка здесь. «И до пришествия веры мы заключены были под стражу закона». Какое слово используется здесь на португальском? «Мы были заключены под учением закона». Бог хочет знать, на самом ли деле мы верим в Нему или нет, любим ли мы Его или нет. Поэтому Он послал веру, чтобы мы закончили это учебное заведение и показали нашу любовь. В 24 стихе целая секция «Педагогус». И христиане говорят, «Ох, видите, Тора была нашей первоначальной школой». «А сейчас мы в университете, и нам больше не нужна начальная школа». Вы глупцы. Если вы в университете, вы все так же основываете свои познания на том, чему воспитатель садика и учитель начальной школы научил вас. Только из-за того, что ты в университете, не означает, что 2 плюс 2 не равняется 4. Если ты закончил начальную школу, не означает, что история Бразилии поменялась. Если ты завершил начальную школу, не означает, что ты сейчас начнешь изучать китайский, читать на китайском. Когда ты читаешь на английском языке, или португальском, или русском, ты все так же пользуешься основываешься на том, чему научил тебя учитель начальной школы. И наоборот, если Тора – это наша начальная школа, то все, что мы делаем сейчас, по вере, основано на том, что мы изучали в начальной школе. без основ начальной школы, вы никогда не смогли бы решать уравнение алгебры или делать вычисления, или же читать Шекспира. Верно или нет? Это заявление не против Торы, когда Павел сказал, что Тора – наш педагог, детоводитель, наш школьный учитель. Это комплимент Торе. И было бы очень глупо, после получения степени бакалавра в университете, пойти в начальную школу и сесть на маленьком стульчике. Да, учитель. 2 плюс 2 равно 4. Это было бы инфантильно. Но так же было бы глупо не оценить по существу тех замечательных учителей моего сына, садика и школы. Верно? Вот что говорит Павел. Он не против Торы. Он за Тору. После завершения начальной школы и вхождения в веру. У начальной школы больше нет власти, полномочий. И это так же истинно и в отношении Торы. У Торы больше нет власти над нашими жизнями. Если у меня сейчас не получается простейшая математика, и я не знаю, что 4 умножить на 4 равно 16, то мой учитель начальной школы не придет и не будет тянуть меня за уши. Это будет моя проблема. Это будет проблема моего босса, который взял меня на работу. Верно? Мы должны это знать, что мы находимся под новым заветом, другим заветом. Мы не находимся под властью Торы. И если бы мы были под властью Торы, то мы бы попали в огромную проблему. Потому что никто не может перепрыгнуть Тору. Ни ультра-ортодоксальный еврей, ни либеральный еврей, ни консервативный, ни мессианский еврей. Никто не исполняет Тору. Это оптическая иллюзия. Оптическая иллюзия. Потому что для исполнения Торы нам нужен храм, чтобы праздновать Пейсах. Именно таким образом, как Тора это предписывает. Нам необходим агнец для жертвоприношения. Мы должны кушать этого агнца. Не показывать маленькую косточку в память жертв агнца, который был у нас 2000 лет назад. Чтобы праздновать Йом-Кипур, нам нужно два козла. Один для жертвоприношения в храме. А второй в качестве козла отпущения, которого отпускали в пустыню. Если бы мы жили в соответствии с Торой, то нам нужны священники. Ни одну из заповедей Торы нельзя независимо, индивидуально выполнить. О да, современный иудаизм. Раввины должны были изобрести такую систему, чтобы жить, чтобы выжить в Галуте. Поэтому они сделали с Торой то, что католическая церковь сделала с Иисусом. Они все это одухотворили. Поэтому вместо принесения жертвоприношения на шаббат, мы солим два кусочка хлеба. Две халы. Продолжим. Павел говорит очень просто. По пришествии веры в Ишуах Амашиях, власть Торы завершена. Это не означает, что мы не должны соблюдать Тору. Если завтра они построят в Иерусалиме храм, и там будет кошерный священник, и евреи принесут жертвы в соответствии с Торой, то я тоже пойду туда и принесу жертву благодарности за то, что Ишуа сделал для меня. У меня не будет никаких проблем с этим. Петр делал это. Павел делал это. И я тоже могу. Но его не существует. Сейчас все, что у нас есть, это совершенный. Ишуах Амашиях. Совершенная жертва. Совершенное искупление. Совершенный вечный праздник. Он умер за наши преступления. Вот что Павел говорит. И замечаешь, что он говорил это, когда храм еще не был разрушен. 26 стих немного сложноват. Потому что там сказано, все вы сыны Божии по вере Ишуа Амашияха. Но, вероятно, в вашей Библии написано по вашей вере в Ишуа Амашиях. Нас спасает то, что сделал Ишуа. Его верность. Вот что спасает нас. Я не хочу долго здесь задерживаться из-за ограниченного времени. 28 стих. И потому нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного. Нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно в Мессии. Закройте женский туалет. Он им больше не нужен. Потому что уже нет ни мужского, ни женского пола. Верно? Павел не об этом говорит. В вопросе спасения нет ни мужского, ни женского пола. В вопросе спасения нет ни еврея, ни Эллина. Потому что все мы спасены по вере. Как и Авраам. Мы все спасены по вере, как и каждый герой библейской истории. Как вы думаете, Иуда, сын Иакова, был спасен? Как вы думаете? Послушайте, он пошел к проституткам. Он хотел убить своего брата. Был ли он спасен по вере? По благодати Божьей? Или же, что он был такой замечательный, праведный, набожный, милый брат? Понимаете, что я имею в виду? Каждый согрешил, о ком есть упоминание в Библии. Соломон. Мудрейший из всех людей. У него было тысяча женщин. И некоторые из которых были язычницами. Они принесли идолов в город Иерусалим. Он не смог правильно воспитать своих детей. То же самое в отношении первосвященников Ильи и Самуила. Аарон. Посмотрите, какие у них были дети. Они не могли бы быть даже служителями в обычной церкви. В ассамблее Бога Аарон не мог бы быть даже пасторем. Ни Моисей. Ни Моисей. Может даже и не Павел. Мы должны помнить все это. Почему? Потому что 27 стих. Все мы. Все мы крестились в Христа, в Мессию. Мы облачились в Христа. Вот где находится сила спасения. Мы умерли с Мессией. Мы погребены с Мессией. Как и Мессия, мы воскресли из мертвых. У нас новая жизнь. Как и у Мессии. Мы приняли характер, природу и дух Мессии. Иногда мы снимаем его. Мы снимаем пальто. И мы терпим поражение. Но сущность состоит в том, что мы были крещены в Христа. И мы приняли природу Христа. И мы принадлежим Христу. И для вас, мессианских евреев в Америке, я специально говорю Христос. Чтобы вы спросили, почему Джосеф говорит Христос, а не Мессия? Потому что я хочу. И если вы принадлежите Мессии, вы из семени Авраама. И вы наследуете обетование Авраама. Это иносказание о Саре и Агаре. Очень сложное для понимания. И мы все-таки должны это понять. Я хочу полностью прочесть этот отрывок. Начиная с двадцать первого стиха, четвертой главы и до конца главы. Гоен. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы тот рожден по плоти, а который от свободной тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Потому что он с детьми своими в рабстве. А высший Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Ибо написано, Возвеселись, неплодная, нерождающая. Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами. Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее. Ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободных. Итак, братья, вы, дети, не рабы, но свободны. Это иносказание. Это не аллегория. Существует разница между иносказанием и аллегорией. В аллегории каждый элемент обладает двойником в реальности. Иносказание Иносказание это история в которой содержится только одна центральная истина. Она демонстрирует одну истину. Я не знаю, почему в португальской Библии они используют слово аллегория. В иврите используется слово притча иносказание. В английской Библии это можно понимать образно в 24 стихе. Хорошо, давайте рассмотрим исторический фон. Какова была историческая ситуация написания Павлом этой книги в Иерусалиме? Римляне оккупировали Иерусалим. Коррумпированное правительство. Коррумпированная религиозная система. Под руководством коррумпированного священника. Ранее мы говорили о Каафе. Была найдена его могила. Его кости были найдены. Был найден его череп. И есть очевидные доказательства, что он был эллином, мирским эллинизированным евреем, который за деньги купил свою должность первосвященника. Состояние города было плохим. Проходила борьба внутри общественности города. Были зелоты, фарисеи, саддукеи и эсеи. И другие группы, которые постоянно воевали друг с другом. Состояние Иерусалима в наши дни не сильно отличается от тогдашнего. Держите это в своем уме. А теперь давайте возвращаемся к истории. Сколько детей было у Авраама? Люди говорят двое. Кто больше? Многие думают, что у него было два сына. Но есть некоторые, которые придерживаются, что у него было больше детей. У него было больше детей. По крайней мере шесть сыновей. Кто из вас знает их имена? Кто из вас знает, где можно узнать их имена? Некоторые люди говорят, что в книге Бытие. Некоторые говорят в книге Паралипоменон. Они перечислены в книге Бытие и в книге Паралипоменон. Сейчас. Почему мы не знаем имена Зимран, Медан, Мадиан, имена всех этих детей Авраама? Это не так важно. Они были физическими детьми Авраама. Но они не были детьми обетования. Они были детьми, зачатыми из плотских желаний. Сара нетерпелива. Вот что дало жизнь Измаилу. Если бы она только подождала немного. Ох, какой бы прекрасный Ближний Восток был бы у нас. Только посмотрите, сколько неприятностей в течение нескольких тысяч лет у нас возникают с детьми Измаила. И они все так же продолжаются каждый день. И все из-за того, что Авраам послушал совет Сары. Потому что Сара не была терпелива. Мы знаем Измаила и знаем Исаака. И тот и другой физические дети Авраама. Поэтому мы читаем и на сказание. У Авраама было двое детей. Один от служанки Агарь. И другой от свободной женщины Сары. Один сын рабыни, сын плоти. А другой сын обетования. 24 стих. В этом есть и на сказание. Это два завета. Один от горы Синайской. Рождающий в рабство. Который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии. Обратите внимание на следующий стих 25. И соответствует нынешнему Иерусалиму. Говорит ли он о Торе? Он дает нам объяснение своих слов. Он говорит, вот это Агарь. Которая символизирует гору Синай в Аравии. Которая исходит от горы Синай в Аравии. Это нынешний Иерусалим. Он не говорит о Торе. Агарь в действительности пришла от Синайской пустыни. И он объясняет нам значение Синай этой Агарь. Это географический вопрос. Это Иерусалим нынешнего времени. Если Агарь символизирует современный Иерусалим. То, кого олицетворяет Сара. Вышний Иерусалим свободен и этот Иерусалим матерь всем нам. Говорит ли он о Торе? Нет. Он сам сказал, что говорит об Иерусалиме. Откуда он взял, что Вышний Иерусалим наша мать? Кто знает? Он цитирует другой отрывок. Когда Вы изучаете Библию, Вы должны научиться находить взаимосвязи между цитатами. Он цитирует Исайю 66 главу. Давайте посмотрим на этот стих. Потому что эта притча так важна. Мы начнем читать с 10 стиха. И по 14 стих. Исайя 66, 10-14. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о Нем, все любящие Его. Возрадуйтесь с Ним радостью, все сетовавшие о Нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосов утешения Его, упиваться и наслаждаться при избытком славы Его. Ибо так говорит Господь, вот я направлю к Нему мир, как реку и богатство народов, как разливающийся поток для насаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать, как утешает кого-либо мать Его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень. И откроется рука Господа рабам Его, а на врагов своих Он разгневается. Видите ли вы, что Исайя описывает Иерусалим как нашу мать? Видите, что мы питаемся молоком Иерусалима. Он говорит, что в Иерусалиме вы утешитесь. Как мать утешает своего ребенка. Вот что он говорит в 13 стихе. Вот откуда Павел берет эту картину Иерусалима как нашей матери. Два Иерусалима. Иерусалим нынешний, который в рабстве, римской оккупации, он не свободен. И есть Иерусалим, который был обещан Богом, как Исаак, который был сыном обетования. И этот Иерусалим представляет ценность для нас. Не современный Иерусалим, который находится в рабстве. Не современный Иерусалим, где мусульманские террористы подрывают себя почти каждую неделю. Не Иерусалим, где нашего премьер-министра и его сыновей подозревают растрачивание чужих миллионов. Со своими сыновьями. Не такой Иерусалим мы ожидаем. Этот Иерусалим, Агарь. Женщина-рабыня. Которая удовлетворяет плотские страсти. У нас есть лучший Иерусалим, который обещан нам. Иерусалим, который является матерью нам. Иерусалим, с которым мы возрадуемся. Вот о чем это иносказание. Но в христианской традиции Гора Синай Павел говорит о Торе. Закон — это рабство. Павел не об этом говорит. Снова Вы делаете Павла шизофреником. Лжецом. У которого два рта. Один раз он говорит, Тора добра, Тора свята, Тора духовна. А потом, Тора ужасна. Тора — это рабство. Может ли такое быть? Тот же человек. Тот же апостол. Он говорит из двух уст. Один раз он говорит, Тора добрая. Токс скажет, Я говорю о нынешнем Иерусалиме. Вот о чем он говорит. И если вы обратите пристальное внимание, когда мы прочитали Исайя 66, язычники также были включены в эту картину. Снова перечитайте 66 главу Исаии, стих 12, 13, верно или нет? И в конце 66 главы Исаии Из язычников будут народы, которые будут служить священниками в храме, в этом небесном Иерусалиме, о котором говорит апостол Павел и пророк Исаия. Вот о чем говорит Павел. Он говорит, не надейтесь на нынешний Иерусалим, который находится в рабстве под римской оккупацией с коррумпированным еврейским правительством. Павел не говорит против Торы. Он говорит о географии. Земной географии в сравнении с небесным Иерусалимом. Затем в 5 главе 1 стихе Он говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Мессия, и не подвергайтесь опять игру рабства». Обращается ли он к евреям? Вы снова забыли обратить внимание на местоимения? Не забывайте. Помните, Я сказал вам, что местоимения очень важны. Обращайте внимание, к кому Павел обращается. Стойте в свободе, Которую даровал Мессия? Кому даровал? Нам. Кто это мы? Еврейские верующие. Он Освободил нас. От чего? От греха. Вот от чего Он освободил нас. Там не сказано, Он освободил вас от Торы, чтобы вы могли делать сейчас все, что захотим. Теперь вы можете кушать свинину. И теперь законы питания не представляют никакого смысла для вас. Где в Новом Завете сказано, что вам нельзя совершать кровосмешание, а может все-таки позволительно? Если вы можете есть свинину, вы можете совершать и кровосмешание. Если вы не должны отдыхать на Шаббат, почему бы не украсть у вашего ближнего? Где в Новом Завете сказано, что нельзя красть? Вы понимаете мою точку зрения? Для чего Иешуа умер, чтобы освободить нас? От греха. Не от добрых дел. Не от исполнения заповедей Бога. Мы должны любить Иешуа. И если мы любим Его, то исполним Его заповеди. Он это сказал. Павел Ефесянам 2.10 говорит, для чего мы спасены? Что происходит после нашего спасения? Откройте Ефесянам 2.10. Ибо мы Его творения созданы в Иешуа Хамашиях с той целью, чтобы танцевать с тамбуринами. Нет. Чтобы творить добрые дела. Какие добрые дела? Чтобы творить добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Какие добрые дела Бог предназначил нам исполнять? Как давно приготовил? Единственная подготовка, которую совершил Бог для Иешуа, это Тора. А до того Будды не существовало. Только Моисей. И Тора, которую Бог дал Моисею на горе Синай. Мы точно не знаем Шульхана Рух. Не яд Хазака или Маймонид. Все, что у нас было, это Тора. И Он говорит, мы спаслись благодаря Иешуа Хамашиях, чтобы исполнять добрые дела. Эти добрые дела Бог приготовил для нас заранее. Вот что Павел говорит. И это также значение послания к Галатам. Поэтому Бог освободил нас. Подготовил к небесному Иерусалиму. Освободил нас от проклятия закона. Проклятия закона были отменены, чтобы отныне мы могли служить Ему по нашей свободной воле, с мотивацией любви, не из-за страха, и делая все по вере. Пусть Бог благословит всех вас. Большое спасибо.